здравствуйте друзья тревожный голос в комментариях написал мне человек вот и ссылку дал на газету sacramento be местная местная газета сакраментовская и что вот мол что я думаю по поводу разделения калифорнии на три штата я прочитал заметку потом пошел там погуглил что еще люди пишут ну там и на cnn там есть чего-то и так далее что произошло всякие такие идеи типа отделиться или там разделиться на несколько штатов и так далее такие они где-то ходят там всегда то есть всегда есть кто-то когда есть человек с большими деньгами то он может на пример даже при отсутствии какого-то общественного движения массового да он может просто проплатить вот значит проплатили и для того чтобы внести на голосование в калифорнийский референдум а у нас референдумы ну каждый раз вот когда раз два года выборы идут в конгресс сша в это же время вот у нас идут выборы калифорнийские и в частности вот там есть можно внести вынести на референдум у нас очень такая прямая демократия очень распространена в калифорнии когда вот прямо на референдумах голосуют и для того чтобы попасть на референдум идейка должна собрать некоторое количество подписей ну сколько там вот смотрите в штате около 40 миллионов чуть меньше населения где-то миллионов 30 там это избирателей вот один процент значит это 300 тысяч подписей надо собрать 1 1 процента 1 процента избирателей достаточно чтобы вещь попала в бюллетень вот они собрали там что-то 400 даже тысяч вот что стоит за тем чтобы собрать 400 тысяч подписей либо есть какое-то народное массовое движение но как-то организуется может быть финансируется как-то там по три копейки там из разных источников вот ну либо просто нанимаются люди но вот наняли людей ну вот собрали значит там подписи вот они внесли это дело в бюллетень несколько лет назад по в четырнадцатом году четыре года назад тоже вот этот же самый человек по-моему драпер его фамилии драйпер он такой технологический миллиардер вот и он очень деньги есть можно чудить правда вот он хотел на 6 частей разделить до на 6 частей даже прикольней потому что с точки зрения как бы сказать последствий для страны страны не для штата это очень сильно потому что каждый штат имеет двух сенаторов давайте вот калифорния с ее там почти 40 миллионами и аризона например я что там аризона вот аляска где вообще населения никакого нет значит у них у всех там по два сенатора понимаете у них по два сенатора и плюс там еще в палату представителей там два лишних голоса накидывается каждому штату за то что там поэтому за то что в отдельный штат поэтому разделение калифорнии на шесть штатов сделала бы соединенными штат сделала бы соединенные штаты как бы так на вечно демократической такой страной с точки зрения конгресса там и так далее поэтому я не знаю почему они вдруг ушли от идеи шести штатов но вот тут вдруг им захотелось разделить на 3 захотелось им разделить на три и они так примерно по населению они они по численности населения год но там 51 нет насколько они там не то говорю не по численности у нас ну да они примерно разделили так вот по численности на три части где там по 13 по 14 миллионов но там еще есть 55 делегатов в палату представителей давно два сенаторы едва 55 членов палаты представителей ночью они как-то так вот это все смастерили и у них получилось калифорния северная но вот скажем так от санта-круз ну вы знаете санта-круз у нас на канале кто нас вот от санта-круз включая санта-круз и на север все что есть вот от этого уровня там сакраменто с кремниевой долины там вот все туда 40 графств 40 каунтис ушли вот другая часть у них это ну скажем так центральная калифорния они это называют просто калифорния это лос-анджелес и там вот на север там санта-моника и вот вплоть до санта-круз то есть санта-круз остается на севере но до санта-круз это вот почти вот сюда прям это просто калифорния будет у них они так заметили а значит южная калифорния это сан-диего и вот колоссальные там территории мало мало населенные с сельскохозяйственными районами вот я даже я даже не уверен ничего не пишут про избирателей как там с избирателем на этой территории потому что правильно было бы конечно сан-диего вот как территория такой вдоль бережку да там технологическую посильную такую городскую и так далее правильнее было бы отнести то с лос-анджелесом вместе куда туда orange county вот это все туда но может оказаться так что сан-диего с окрестностями будет достаточно чтобы и этот штат где в основном территория сельскохозяйственных тоже оказался демократически голосующим то есть я вот этого этого расклада я не знаю но не исключено не исключено вот поэтому вот у них такая задумка насчет того какие перспективы у этого но смотрите сами значит один процент населения полтора не населения голосующего значит вот подписал это не значит кстати что эти люди будут за это голосовать это абсолютно не значит они подписались только в том смысле что они за то чтобы внести это в бюллетене это не значит люди собираются за это голосовать но они не возражают а чего пусть будет берите нет давайте мы от солнышка развернемся на дорогу будем смотреть вот поэтому может быть они с этим процентом своим вот как пришли там с одним с полутора процентами так и ушли с ними же а может еще и меньше то есть мы не знаем но никаких таких как бы практических шансов у этого нет и дело еще в том что для того чтобы как какая-то штука внесенная на референдум вынесенная на референдум чтобы она получила голоса это нужно столько денег что ни у одного миллиардера на это не хватит это нужно эти политическую компанию большую вести это вообще невозможно нет таких денег ни у кого кроме того это не идет от республиканской партии или демократической партии это не идет от как бы сказать от населения это не идет от политических или каких-то других нужд штата это идет вот такая знаете игра фантазии богатого человека вот он себе может позволить играть это с одной стороны с другой стороны вы можете сказать ну так что вот трамп богатый человек на свои миллионы там вел свою избирательную кампанию смотри что получилось про это правда это правда вот но он все-таки заручился поддержкой партии до когда это было но тут история вот какая еще для того чтобы создать отдельный штат нужно решение конгресса нужно решение конгресса и там демократы и там республиканцы и каждый из них смотрит чем это для меня чревато начиная от того как это повлияет на расклад голосов в конгрессе и в сенате и кончая тем не захочется ли кому-то в моем собственном штате сейчас пойти и поделиться это тоже как бы интересный момент да если можно отчет тогда поэтому мысль о том что какая-то из партий а тем более обе поддержит это начинание эта мысль очень-очень-очень сомнительная потому что создается какое-то такое поле непонятное понимаете в котором то есть надо надо просчитывать вот как мутная вода пойти надо просчитывать как в этой мутной воде будет ловиться то рыбка про которую сегодня они знают как она ловится давайте может быть им не всегда улов хороший достается но они хотя бы знают правила игры да вот тут мы ловим вот тут там такие то законы такие то правила такие то штрафы мы платим а тут поэтому никакие политические так сказать силы не высказывались по этому поводу а без них просто на энтузиазме масс даже если массы вдруг но так скажем от чего-то обалдели и накурились вот и так далее это интересно я думаю что вот чисто мое мнение такой не они не просвещенное и не вызвано и тем что я прочитал что-то значит мое мнение вот какой соединенных штатах идет постоянно борьба за то чтобы человек пришел на выборы знаете вот есть определенные группы населения про которые известно как они голосуют но вот они могут например не очень активно ходить на выборы вот допустим латинос в целом голосуют больше за демократов но они не очень ходят на выбор афроамериканцы доминирующие голосуют за демократов ну там типа 90 процентов я так от балды процент например вот но они не очень ходят на выборы понимаете историка и вот например сейчас вот вырезаю выходят такие факты что вот аналист белого дома впоследствии а в то время значит там руководитель передам один из руководителей избирательной кампании трампа значит вот они занимались тем как сделать чтобы афроамериканцы меньше ходили на те выборы на которых вот они там сейчас собирались трампа сделать президентом то есть такое вот такие интересные вещи как сделать так чтобы они не пришли и в этом в этом рассуждении я думаю что вопрос разделения там калифорнии на скажем какие штаты это вопрос который может заставить людей ну я бы их назвал таких как бы адекватных не недолбанут даже продолбанутых мы не знаем у них своя какая-то логика и я ничего не скажу но люди не долбанутые более-менее адекватные вот они должны были бы прийти может быть место чтобы на дачу поехать но не на дачу это по вторникам происходит выбор это рабочий день но прийти и проголосовать на всякий случай но уже чтобы так точно знать вот ну а заодно уже и на всех остальных выборах эти то есть там и и в сенат и в конгресс там и губернатор и так далее то есть это может повлиять мне кажется на явку то есть в какую-то полезную роль такую сыграет вот в том смысле в каком практически это может реализоваться если даже представить не могу поэтому я не делаю прогнозов но вот я как-то так вот высказываюсь как человек на местности вот ну да я я не уверен что от этого может какой-то ущерб большой быть но конечно много денег стоит разделить одну администрацию на три это это очень много денег будет стоить вот весь этот переход кроме того представьте себе одно и то же население которое мы сейчас имеем так мы содержим только тех которые в сакраменто а так их будет трое эти мы сразу три губернатора должны содержать три ассамблеи значит и так далее это и богу это накладно все то есть может этому миллиардеру захотелось быть губернатором или там я не знаю сенатором потому что так то ему не светит ни в каком виде но я не знаю честно или просто вот так игра ума эти бывает на свои гуляют люди вот такая история все ребят счастлива и до скорых встреч